Большое спасибо, что пригласили меня на такой интереснейший форум, в такой прекраснейший город. И, как Дмитрий Марков уже сказал, я под разными, так сказать, шляпами или зоником работаю по образованию профессионал-врач, также ученый стал заниматься журналистикой, также изучаю этику и биоэтику, в особенности этики технологий, как вы увидите, потому что я полагаю, что это совершенно обычная вещь в наше время. И вот так вот я пришла к этой роли журналиста, ученого и также исследований в области научной журналистики. Я провожу, я хочу упомянуть то, как мы должны оценивать технологии и медицинские лекарственные средства для нашего общества, что мы делаем как специалисты в этой сфере, что мы можем сделать, как мы должны коммуницировать, передавать информацию об этих новых технологиях. Здесь список из десяти самых интересных технологий, которые развелись к 2018 году. Так на Всемирном экономическом форуме было определено. Если вы на них посмотрите, вы увидите, что многие из них связаны с миром медицины, и многие также связаны с миром онкологии. Вот подумайте, что такое персонализированная медицина или молекулярный дизайн, искусственная медицина. Мы создаем новые лекарственные средства. Мы не начинаем с нуля. Мы используем искусственный интеллект и большие данные, чтобы их использовать. А также клетки, то есть мы генмодифицированные клетки вводим в тело пациента, и клетка сама работает как внутренняя фабрика по выработке медицинских средств, лекарственных средств. Мы можем таким образом работать с генами. Очень интересная технология для кардиотерапии. Также то, что называется крипка, плазматические материалы. Если вы не специалисты, вы, может, не знаете, но это наработки нанотехнологии, когда речь идет об электронных облаках, которые могут создавать биодатчики. Это технология, которая нас очень интересует тоже. И потом, может быть, нам не интересует вопрос выращивания мяса в лаборатории для еды, так сказать. Но важно, что мы все можем делать. И электросютиклс, так называемые, это не лекарства. Они стимулируют различные нервы, то есть стимулируют мозговую деятельность, мозговую активность, которая модулирует всю нашу деятельность. Вот Всемирный экономический форум указывает на то, что в 2018 году именно эти технологии больше всего развились. Большинство из них связаны с медициной. Что я узнала за последние 15 лет своей работы? Мы должны обсуждать это в рамках общества, но прежде всего научного сообщества, и также журналисты. Мы также говорим о прикладной этике. Может, вы не знаете, что есть такой термин. Это называется теоретическая этика. Это анализ базовых принципов, которые составляют этическое поведение ученых и исследователей. Например, не навреди, сделай лучше для своего пациента и так далее. Это более общее. Есть разные области прикладной этики. Мы проводим оценку этики, оценку воздействия этики. Что касается оценки этики, это любая оценка, любые практики или продукты, которые мы используем в своей ежедневной работе, как врачи, допустим. Или какие-то инновации, которые мы используем. Это определенные этические принципы и критерии. Но объясню, что я имею в виду под оценкой этики. Мы оцениваем эксперимент, мы оцениваем протокол эксперимента, и мы решаем, например, что этот протокол не соблюдает стандарты информированного согласия пациента, например. Или веб-браузеры, например, которые размещают куки, они нарушают законы частной жизни, частных данных и так далее. То есть мы смотрим на этическую ценность, которую несет с собой какая-то технология или инновации. Дальше мы проводим оценку этического воздействия. Это оценка всех за и против продолжения этой деятельности. Если мы что-то делаем, что с нами произойдет, что произойдет с нашим обществом? Приведу пример. Например, робот-ассистент, конечно же, может расширить цифровой водораздел, так сказать, между теми, кто имеет доступ к технологиям, и теми, которые не имеют. То есть это несет раскол в общество, например. Или новое лекарство, например, оно очень дорогостоящее, только очень богатые люди могут его купить, и нет системы ДЛО для них, и только очень маленький круг людей получит доступ к такому лечению. Это тоже будет очень плохо. Мы оцениваем социальные последствия этого. Это ведь не равенство обществу. Кого-то могут этим лечить, а кто-то не получит доступ из-за того, что это очень дорогостоящие новые средства. Мы все это обговариваем. Кто-то подумает, что это пустяки какие-то и так далее. Можно же проще решить, хорошо или плохо. Но на самом деле это все не так просто. Ну, собственно говоря, мы не так проводим оценку этического воздействия. Используем мы и количественный, и качественный анализ. И мы делим всю эту работу на три или четыре стадии. В скобках я помещаю вот это вот. И мы определяем проблемы, оцениваем проблемы и стараемся какие-то решения найти этим проблемам до того, как эта проблема, собственно говоря, разрастется. И даже предугадываем некоторые примеры, связанные с технологией. Приведу в технологии. Мы разработали технологии, которая называется этикопрогнозной технологией, то есть которая еще даже не возникла. Что мы сейчас делаем? Мы уже оцениваем тех технологий, которые уже пришли, которые уже развились. А что касается новых технологий, тех технологий, которые еще не пришли, но придут, и мы точно не знаем, в каком виде они придут. И цель вот от этики такой предвосхищающей технологии. Мы смотрим, что вот исследования разработки, неокр, когда, например, только на стадии образца все это существует. Можно что-то перестроить, по-другому построить новые технологии. По технологии имею в виду, конечно, лекарственные средства, ведь это артефакты технологические. Вот так мы этим занимаемся. По-разному можно это делать, но вот так мы это делаем. Это очень важно для журналистов, ученых также. Эта технология не может оцениваться на этическом уровне в целом. Это было бы очень общо. Это зависит от того, на ком вы это используете, когда и каким образом, и для чего. Вот пример. Например, давайте подумаем о геноманифицированных продуктах, организмах, лекарствах, допустим. Технология – это возможность, способность модифицировать геном живой клетки. Это будет человеческая клетка или, может быть, речь идет о какой-то культуре в сельском хозяйстве. Есть определенное мнение, что людям это разрешено делать, производить эти ГМО. Но это очень общо. И совершенно другой уровень дальше. Одно дело – мы определяем геном помидора, томата. Собственно говоря, мы не хотим, чтобы он слишком рано созревал при перевозке. Поэтому так вот геноманифицированные делаем. И вот если посмотреть, что вот есть много случаев, и то, что вот и в Китае были все эти споры. Есть другие виды геномодификации. И по-разному можно оценивать артефакты. И уровень применения, потому что он разный. Одно дело – это помидор, который является геномодифицированным продуктом, потому что мы хотим его перевозить, чтобы он не портился. И, допустим, хотим добавить какой-то витамин в этот плод, потому что это полезно для питания человека. Но у каждого свое мнение, например, и этическое тоже. Но, конечно, было бы просто слишком упрощенно или даже глупо говорить о всех технологиях только с этической. точки зрения, когда мы это делаем, мы не должны оценивать очень общо, потому что технология сама по себе достаточно нейтральна. Она зависит от уровня применения, от уровня артефактов. Очень много дебатов ведется в обществе. Мы оцениваем технологию в целом, общо. И мы не объясняем своим гражданам, что технология должна также этически оцениваться абсолютно на каждом уровне. И, как я вам говорила, мы определяли этические вопросы, оценивали. Вот последняя стадия. Мы должны предоставить обратную связь, свое мнение исследователям, которые разрабатывают эти новые технологии, что, конечно же, ученые тоже несут ответственность. Поэтому журналисты тоже это держат под контролем. Журналисты как ищейки такие, в хорошем смысле. То есть они смотрят, что происходит в обществе. Это как гражданские контроли. И таким образом это намекает, так сказать, ученым. Будьте осторожны, иначе воздействие этого продукта может быть очень плохим на людей. Или, допустим, политики, например, они хотят законопроектности, чтобы разрешать или запрещать разработку того или иного продукта, той или иной технологии, или запретить ее. Как мы оцениваем этику? Очень много таких есть чек-листов, проверочных списков. Ну, дам вам, предоставлю один пример, на что мы смотрим. Риск для населения. Должна быть справедливость. Справедливость при распределении. Это новая технология, потенциально о которой мы говорим. Может ли эта новая технология создать новую дискриминацию и раскол в обществе? Создать ли она общественное благо? Например, культурное разнообразие, общее ощущение счастья, успокоенности, комфорта. Смотрим на права человека. Если эта технология вторгается в свободу, в автономию, в право на частную жизнь пациентов, подумайте только об этом. Все данные, которые мы собираем от пациентов во всем мире, сейчас же существуют различные программные продукты, прогностические ценности. Там есть искусственный интеллект и так далее. Надо быть осторожными даже с этими частными данными. Мы стараемся определиться, какая будет технология в будущем, какие будут процедуры технологические, по которым будут пресекать исследования, какие будут артефакты, плоды этих научных изысканий. Это очень интересное исследование. Давайте попробуем, заглянем в будущее. Вы ученые, в то же самое время, представьте, вы коммуницируете эту информацию уже как журналист. Мы это делаем неформально, как журналисты обычно. Как вы думаете о будущем? Существует много техник и различных прогнозных методик, но мы используем это исследование. Мы, как ученые, проводим исследование для того, чтобы получить представление о том, как будут развиваться наши новые изыскания. Или если у нас нет данных, потому что мы, скажем, заглядываем очень далеко в будущее, мы же не можем представить, как там все точно будет в будущем. И мы тогда стараемся объединить все заинтересованные стороны, все, кто занимается в разработке продуктов и технологий. И мы подумаем, что может быть плохого или хорошего для нашего общества, для наших жителей, если мы разработаем такую технологию, такое лекарство. Это обычно делается, и фармацевтические компании так обычно делают, когда они думают вывезти новое лекарство на рынок. И это хороший маркетинговый инструмент, вы можете подумать, но это не совсем так. Наоборот, это нам поможет что-то лучшее сделать для нашего общества, для наших людей в будущем. Так, наша работа как журналистов. Охватываем ли мы абсолютно все эти вопросы? Можем ли мы предоставить своим читателям, своей аудитории, когда мы коммуницируем эту информацию? Какие этические вопросы стоят за этими новыми технологиями? Или мы просто говорим, как здорово иметь новые технологии и так далее? Вот эта статья из американского журнала, это еще 2015, очень многие этические моменты новых технологий. Конечно, надо все это тщательно обсуждать, гораздо более глубинно, чем мы это делаем. Почему у меня исчезли слайды? Это чек-лист для журналистов, ученых. Мы разработали этот список, основанный в европейском проекте по оценке этики. Это 17-я рамочная программа. Речь идет о технологиях оценки, которые разработал Филипп Дре. Я отвечала за рабочий пакет, как раз оценкой технологий и также на коммуницирование информации журналистам. Этические вопросы, на которые мы должны отвечать. Вот эти технологии, о которых мы пишем, действительно она новая. Может ли она как-то повлиять на политиков, на правительство, экономические модели, климатические модели, модели устойчивости, цели устойчивого развития и так далее? Не затрагивает ли эти технологии вопросы, связанные с социальным неравенством и доступом от них, и невозможность доступа от других к этим лекарственным, скажем, средствам? Как это повлияет на детей, женщин, на бедные семьи в плане доходов? Как все эти блага будут распределяться? То есть я имею в виду результаты этих исследований, скажем, лекарства. И поможет это или нет? Эта технология, что она принесет? Принесет несправедливое, неравномерное распределение этого продукта между различными слоями населения, что потенциально вызовет конфликт интересов, если она принесет неравенство. Может ли она повлиять на гендерное равенство или как раз неравенство? Сейчас очень часто мы об этом говорим, потому что женщины должны точно так же быть представлены в разных профессиях и так далее. И, может быть, эта технология будет работать против, скажем, у них увеличивая гендерное неравенство. Или вот то, что мы открыли по этой технологии, которая была разработана, прозрачный процесс разработки продукта, основанно не на стандартах каких-то. Как мы занимаемся наукой? Как мы занимаемся научными исследованиями? Должны быть правила. И роль этических журналистов очень важна здесь. И, конечно, они знают, какие ключевые вопросы поднять, как беседовать с правительственными структурами, с тем, кто выносит важные решения для всей страны, как избегать конфликта интересов. Но важно еще также качество этой науки и роль, которую журналист-ученый играет в распространении этих важных идей. Это статья, которая была написана Чёрным Нидом, статистикой. Он работал над воспроизводимостью биомедицинских исследований. Опубликовал эту статью в 2005 году. И она называется «Почему в основном все результаты исследований, которые ищут финансирование, иногда факты в них подтасовываются?» Он показывает статистически, что как раз многие клинические испытания проходили с нарушениями. И иногда получается, что результаты не так уж значимы, а запрошлось очень высокое финансирование под эти исследования и проекты. Мы знаем сейчас очень много обсуждений, ведутся и дебатов по поводу статистики, пороговой величины для различных исследований, концентрации лекарственных средств и так далее. Но тут все определяется, собственно говоря, гибкость дизайна, эффекты и так далее. Чтобы не было конфликта интересов и новые современные тренды, тенденции в исследовании, горячие темы, так сказать. Есть еще одно интересное исследование. Вы лучше моего, наверное, это знаете. Он был опубликован в журнале Nature, который понимает вопросы разработки лекарственных средств. Компания в биотехнологиях была, инициировала это исследование, чтобы показать, как ведутся исследования в онкологии, какие бенчмарки используются для развития новых лекарств. И вот очень много исследований, и вот где-то 11% только этих исследований, только 6 из них были воспроизводимыми. То есть они используют многие молекулярные мишени, которые нельзя было потом воспроизвести. То есть воспроизводимость – это очень важно. Этический ли это вопрос? Конечно, потому что ведь это говорит о том, что как это может повлиять на пациентов, потому что очень большие деньги тратятся, и часто деньги налогоплательщиков, по крайней мере в моей стране, ведь это деньги налогоплательщиков, деньги из госбюджета, которые идут на такие исследования, а потом получается, что оно того и не стоило, и результаты не будут воспроизводимы. Но у ученых просто иногда нет времени, денег и причин, почему они должны воспроизводить результаты исследований. Большинство исследований, которые они прочли и доверяют, оно невоспроизводимо, и снова надо тратить деньги, время и так далее, чтобы снова новые исследования разворачивать, чтобы все-таки население получило качественные лекарства. Есть еще статья, которая была опубликована в 1994 году, еще студенткой была, скандал низкого качества медицинского журнала. Оно было опубликовано в медицинском журнале, и тогда Догас Альцман сказал, что исследования должны делаться ради какой-то важной причины, и они должны быть хорошего качества. Вот на это мы и смотрим, когда занимаемся оценкой научных исследований. Последний вопрос, кто должен оценивать исследования? Потому что если этический комитет будет этим заниматься, они будут только этическую сторону вопроса оценивать, какие ценности для общественности и так далее. То есть смотреть сквозь призму этики. А что касается науки, это же научные исследования прежде всего. И что я поддерживаю, это та идея, что плохая наука, она неэтична. То есть речь идет именно о том, что этика должна поддерживаться. И ученые, и журналисты, ученые, они проводят эти свои исследования, и они должны как-то все-таки помочь ученым. То есть оценивается также и научная компонента, научная ипостась этих исследований, что будет важно и для ученых, и для журналистики. И в завершении своей презентации могу сказать следующее. Это цитата из Марка Бернстайна, он онколог. Он на эту статью по декущей современной онкологии опубликовал в 2006-м. Он говорит, что этическая ипостась часто приносит в жертву здравому смыслу и так далее. Но есть и другие моменты. Не финансовый конфликт интересов. Что это принесет клиницистам, клинические испытания, даже интерпретирование результатов. То есть я считаю, ведь мы разрабатывали эти этические ценности с этической точки зрения. Ведь что бы ни делали ученые, они должны также думать о пользе, которую должны принести в конечном итоге людям. Давайте поступим так. Если у кого-то есть один короткий вопрос, то мы можем попробовать быстро задать Даниэле и получить короткий ответ. Или может быть комментарий от наших других спикеров. Нет? У кого-нибудь есть? Что сказать? Я очень быстро задам вопрос. Точнее, нет, давайте это будет не вопрос, а вопрос, переход к нашему следующему выступлению. Я вот как раз все ждал выступления Даниэлы, ответа на то, кто должен заниматься этой оценкой. Потому что, хорошо, этические комитеты, комитет по этике, или сами ученые, или журналисты, они могут иметь в этом роль. Но все-таки, когда дело доходит до оценки уже каких-то конкретных приложений или уже непосредственно импликации технологий, то, наверное, и индустрия тоже должна в этом как-то участвовать. Но при этом понятно, что у индустрии могут быть совершенно иные интересы. И зачастую они не заинтересованы в оценке этической всех этих последствий, потому что есть определенные финансовые соображения и так далее. И более того, журналисты очень часто эту борьбу проигрывают, как мы хорошо знаем, из-за истории борьбы с табачными компаниями или климатических изменений. Вот, может быть, Антон тоже как-то ответит со стороны, как раз человек, который вовлечен в индустрию на этот вопрос. Или, Даниэл, вот как хотите, можете прокомментировать просто. Да, да, конечно, я поняла ваш вопрос, конечно. Я полагаю, что это такой вечный процесс. Постоянная идущая индустрия, конечно, должна входить и участвовать в процессе этической оценки. И время от времени, конечно. По крайней мере, что касается рамок европейского сообщества, есть определенные законы. И на уровне Евросоюза также необходимость этической оценки является юридически сдерживаемым фактором даже для некоторых исследований. Я могу поподробнее это сказать, чтобы мы все поняли, что этическая оценка крайне важная. Она даже необходима иногда по закону. Но вот мы понимаем, что эта этическая оценка должна войти в процесс. Потому что, что производит, допустим, ученый, как лекарственные средства и что-то, должно выйти на рынок. А что-то, может быть, оно неприемлемо для общества и не нужно ему. Ну, а может быть, инвестиция окажется хорошая окупица. Тут сложный вопрос. Но журналисты, они же, собственно говоря, как ищейки такие, можно сказать, они сторожевые псы. Они очень жестко все это отслеживают. Я что-то напишу, что, может, не понравится индустрии, но ведь мое дело писать все честно и непредвзято, что за исследования они ведут и так далее, если можно не доверять результатам иногда. Конечно, это не нравится отрасли иногда, но надо двигаться вперед и быть иногда даже в этом безжалостном, так сказать. То есть, действительно, надо передавать эти важные идеи в сообщество. Это ведь не только научные идеи, но и журналистское сообщество, и сообщество медицинское, и ученых. Также оно разработало такие как бы антидоты, потому что надо смотреть на рекламу и не верить всему, что говорит реклама. Какое-то суперское лекарство или что-то еще. Ну, конечно, одно дело, вот общественное давление, например, борьба с компаниями по производству сигарет и так далее. Но не везде такое давление. Наша работа, конечно, как ученых, журналистов, отслеживать ситуацию и показывать широкое честность. Мы, как такой рупор этих идей, мы можем предупредить общество, что какие-то продукты, хотя они шикарно рекламируются, может нанести вред, ущерб их здоровью, собственно говоря. Но ведь, вы знаете, мы сейчас говорим о социальной ответственности бизнеса. Все больше и больше мы над этим работаем. Продолжение следует...